Как только он переступает порог родной школы, сразу вспоминает, а второй обуви-то с собой нет. Полубавшись, учителя разрешают Андрею Барышеву пройти и без сменки. Все-таки статус депутата Государственной Думы это уже позволяет. С этой школы, в общем-то, мы вышли в жизнь. Здесь связано очень много воспоминаний, наверное, одних из лучших периодов жизни. Это детство, когда, в общем-то, появлялись у тебя друзья, когда формировались какие-то взгляды и понимание вообще, что такое хорошо, что такое плохо. Наша школа – это школа обычная, общеобразовательная, но концепция наша, чтобы из каждого ученика, независимо от его стартовых возможностей, получился успешный человек. Успешных выпускников очень много. И вообще все выпускники нашей школы добрые, хорошие граждане. Это самое главное. Сегодня в зале почти все учителя, но не все ученики. С юбилеем школу приехали поздравить директор Центра образования Челябинска, местные и федеральные депутаты. За многолетний добросовестный труд Андрей Барышев многим учителям и своим в том числе вручил благодарственные письма. И сразу после все вместе исполнили гимн школы. Пусть будет первая, 61-я, родная школа, дом родной. И когда официальные речи были закончены, а воспоминания о бурных переменах в школьных коридорах грозили стать реальностью, как и в детстве, пошалить не дали учителя. Впрочем, хулиганить нынешним чиновникам и депутатам все же доводилось. Тут была такая девушка на подшипниках, мы катались на нее и катались между этими, между столами. Ностальгию Андрея Барышева по прошлым временам прервал юный корреспондент местной школьной газеты. А нравилось ли вам учиться в школе? Очень нравилось. Когда учился, хотел, быстрее закончили. Но когда эта школа закончилась, вы нам тоже так думаете. Все замучили нас тут уроками, там на разными домашними заданиями. А когда выпустился, на следующий же день после выпускного вечера, почувствовал такую грусть. Мне всегда говорили, цените, цените. Для меня это было какие-то пустые слова, абстрактные. Чего вы тут не рассказываете? На самом деле, вот так и есть. Что касается сегодняшних дней 61-й школы, то в 2017 году она вошла в российское движение школьников. Это что-то сродни пионерии в СССР. А в 2018-м отмечена как самая социально ориентированная школа в Челябинске. Юлия Анфалова, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.